На улице плюс 10, а в бассейне вода как парное молоко. И это в начале марта. Самое время для наплыва отдыхающих в Мостовском районе. Туристы сюда приезжают со всей страны. Рекламу термальным источником на Кубани делают сами люди. Вот и семье Андрея Чехова. Поехать к бассейнам с целебной водой рекомендовали друзья. К совету прислушались и не пожалели. Здесь конечно понравилось впечатление. Первые такие чистота, порядок. Чистая водичка, хорошие бассейны. Водичка такая вот, джакузи. Номера хорошие. Больное лечение это тот туризм, на который сегодня делают ставку власти региона. Тогда станет возможным загрузить краевые санатории даже в межсезонье, считает Вениамин Кондратьев. Только в Мостовском районе с десяток баз отдыха, где есть бассейны с термальной водой. И привлекает этот вид отдыха не только туристов, но и инвесторов. Единственная база в Ярославской мы подписали на миллиард соглашения по строительству санатория. Вот они пытаются реализовать этот проект. Я надеюсь, это будет наш пилот, на который мы потом будем ориентировать. Коллеги, вот все равно здесь надо понимать, что больное направление, больное лечение, оно должно быть даже не пилотом, а уже давно нужно было стать на лыжи и Мостовскому району ехать на этих лыжах. Инвестор должен знать о возможностях Мостовского района и о тех преимуществах перед другими, в том числе и территориями, куда все равно инвестор сегодня вкладывает деньги в больное направление, в больное лечение. Мы нисколько не хуже, нисколько не хуже. Просто надо сильнее, агрессивнее себя позиционировать. Показывать о том, что сегодня Мостовская земля богата сегодня водой, минеральной водой, которая тоже интересна сегодня для инвесторов. От слов к делу уже давно перешли на одном из главных градообразующих предприятий района. Губский кирпич, несмотря на все экономические сложности и кризис, продолжает удерживать лидирующие позиции в своей отрасли. При том, что на заводе работает всего лишь 190 человек. В год они делают более 35 миллионов кирпичей. Мы сбросили цены на 30%. Это очень серьезно. Нам трудно, потому что цены на сырье и цены на энергоносители увеличились. Но тем не менее, мы вложили в наших сотрудников, в топ-менеджеров. Они проходят обучение сейчас в Академии наук. Кроме того, мы, например, некоторых неэффективных дилеров убрали. Это перепродажа. Мы открыли свои офисы на тех рынках, которые считаем перспективными. На рынке не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Вот я вам хочу сказать, что вы ни в коем случае сбросив цену на 30% не потеряли. Мы сегодня изложили огромный фундамент, чтобы завтра приобрести. Это однозначно. И еще раз хочу сказать, что это ваша дальновидная политика, стратегия вашего предприятия. Даже несмотря на все сложности, предприятие продолжает развиваться. Со следующего года собираются выпускать материалы специально для строительства на побережье. Кирпичи будут устойчивы к условиям повышенной влажности и морской соли. Промышленные предприятия, которые готовы сегодня наращивать объемы производства, необходимо поддерживать, говорит Вениамин Кондратьев, уже на традиционной встрече с активом. Рынок сбыта сегодня тоже должен быть для нашего регионального отечественного производителя в первую очередь. Сегодня приоритет нашим застройщикам краевым, в том числе и в краевой столице, когда они будут делать комплексную застройку, чтобы они строили из нашего кирпича, из наших заводов, которые в крае находятся. Мостовский район Вениамин Кондратьев называет самым недооцененным в крае. Резервы для развития здесь огромные. На прошедшем форуме, например, было подписано два важных для муниципалитета соглашения. Бизнесмены хотят построить здесь и тепличный комплекс, и завод по производству семян кукурузы. А это и новые рабочие места в районе, и налоги в бюджет. Но доходы в первую очередь должны отражаться на жизни людей, отмечает губернатор. А пока в районе много болевых точек. Младенческая смертность выше, чем в среднем по краю. Есть жалобы и на качество медицинского обслуживания. Долгое время в поликлиниках и больницах не хватало врачей. Вениамина Кондратьева интересует, удалось ли исправить ситуацию. Вземский доктор включены в поселки городского типа. Это позволило им привлечь в прошлом году 28 человек. Я еще раз скажу, молодцы сейчас, но хороша ложка к обеду. А за год 28 специалистов. Это реальные деньги, которые, конечно, мы тратим. Мы зарабатываем, но мы тратим вот сюда, на жизнь. Ежегодно мы полтора миллиона шестьсот где-то выделяем из бюджета. Мы оплачиваем съем жилья любому медику, который приезжает в наш район, в объеме пяти тысяч. Это средняя цена съема жилья в наших поселках городского типа. Это цена, которая цены не имеет. Это жизнь человеческая, здоровье. Поэтому здесь, я как и говорил, так и сейчас скажу, на этом экономике мы никогда не будем. Сегодня в районе живет всего 70 тысяч человек. Это самый малонаселенный муниципалитет в крае. Однако в то же время он занимает самую большую территорию в регионе. Возможно, это и стало одной из причин, почему в Мостовском газифицирована всего лишь половина домов. Остальные вынуждены отапливать свое жилье дровами. Но того объема, что полагается отдельным категориям граждан по льготным нормам, не хватает. Венимина Кондратьева просит пересмотреть тарифы, которые устанавливают в крае. Я обращаюсь от всех жителей нашего поселения решить нашу проблему с обеспечением наших жителей дровами. Наши специалисты при оформлении заявки на выдачу этих дров считают 0,3 куба на квадратный метр отопляемой площади. Значит, Министерство природных ресурсов почему-то ставит 0,15. Как мы в крае можем видеть, насколько дров им больше надо или меньше. Может быть, и полномочия на муниципалитет просто передали, да и все. Вот сейчас глава мне объясняет, я как бы не совсем понимаю, 0,15 или 0,3. И поверьте, вряд ли кто из Краснодара поймет, сколько нужно дров им. Может быть, лучше по-другому сделать, по-моему, давайте. У Мостовского района огромный потенциал, резюмирует губернатор. И местные власти сегодня уже наметили планы, как его реализовать. Это и развитие деревообрабатывающей и легкой промышленности. Но прежде всего это уникальные термальные источники, где только в прошлом году отдохнули почти 100 тысяч человек. Но это еще не рекорд, отметил Вениамин Кондратьев. Став круглогодичным курортом, количество туристов вырастет в разы. Мария Крошина, Элина Касабова, Алексей Комаров и Денис Перец. Кубань, 24, Мостовский район.